В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП. Классификации. Все системы SVN можно подразделить как централизованные и блокирующие. В централизованных системах вся работа производится на центральном репозитории, это типа гитхаба. А в распределенных у каждого разработчика есть локальная копия репозитории. Да, прошу прощения, централизованные и распределенные, и блокирующие, и не блокирующие. Так что же по блокирующим? Это такие системы позволяют наладить запрет на изменение файла пока он находится у одного из разработчиков. Как только он освобождает, как только он делает пуш, ну и как-то это все дело автоматизировано, настроено, что об этом узнают все участники текущей команды, все, файл освободился. Либо там он в очередь ставит на какие-то изменения, то есть вы обратились к этой системе, она вас поставила в некую очередь, и как только файл освободился для изменений, все изменения с вашей стороны будут актуализированы. Для текстовых данных и для бинарных данных, вот еще классификация для систем контроля версии, для текстовых очень важна поддержка слияния, то есть мерчинг. С бинарными очень важно, чтобы они были заблокированы на момент редактирования, и как только вы отредактируете, то есть блокировка снимается. Ежедневный цикл работы. Обычный цикл разработчики в течение рабочего дня, допуская некоторые вариации следующим образом. Ну и я тут, конечно, свои комментарии вставлю. Обновление рабочей копии. По мере внесения изменений в основную версию проекта, рабочая копия на компьютере стареет. Ну, конечно, стареет. Она стареет по отношению к предыдущим коммитам. Предыдущие коммиты по отношению к новым, они устаревают, и становятся менее актуальными. И вообще на такие коммиты откатываться можно и нужно, только в определенных случаях. Например, когда вы выявили это очень неприятно, конечно, осознавать, когда баг был обнаружен на какой-то из стадий, скажем, на третьей итерации, в третьем билде. Каким-то образом его все прошляпили. Очень много работы было сделано, которые невозможно откатить. Этот баг затрагивает функциональные особенности всего, всей системы. И из-за этого приходится откатываться, допустим, на первой. Это, конечно, такой момент, который сейчас стараются уходить все больше и больше. С каждым днем системы становятся все менее монолитными. Кстати, вот WordPress-система, она по сути своей является монолитом. И все больше становится распределенных систем, когда база в одном месте данных. Я, конечно, могу тут немножко подновлять по поводу тоже фронтенд какой-то разработки, бэкэнд разработки. Но стараются все проекты выводить вот на микросервисы, на микромодульную. Вот такую архитектуру, она более становится гибкой, более agile. Agile становится, чем какая-либо другая система. Раз уж мы говорим про это agile. Завершив очередной этап работы над заданием, разработчик фиксирует, то есть коммитит или делает коммик, то изменения передавая их на сервер, либо основную ветку. Да, вообще у него там есть и апдейты, и коммиты, и патчи, и так далее. Либо отдельную ветку. Либо он в основную, либо в отдельную. Смотря, как он это сделал. Смотря, какой ему доступ дали. Если он не имеет возможности работать с мастер-веткой, mail, так называемый, он делает fork. Опять же, если она в открытом доступе. Ну, тут я немножко наврал, конечно, не в открытом доступе, ему разрешен доступ. Разрешен доступ к этой ветке. Ветвление или бренчи. Делать маленькие исправления в проекте можно путем непосредственной правки рабочей копии и последующей фиксации изменений прямо в главной ветке, в стволе, на сервере. Однако, такой подход, он чреват. Ну, во-первых, выполняя какую-то объемную работу, порядок довольно хайти, ну, вот, порядок выполнения, выполнения работы, он становится, ну, такой, не все чтобы неудобный, громоздкий. Отсутствие фиксации промежуточных изменений на сервере не позволяет работать на чем-либо в групповом режиме. В любом случае, придется произвести распределение. Один делает хедер, другой делает футер, третий делает контентную часть, и, как только вот это происходит, появляются эти бренчи, веточки, отпочковывания от твола какой-то версии нового варианта проекта и его часть. И рабочая копия ветки в ветве может быть создана заново, обычным образом. Либо путем переключения имеющейся рабочей копии. Вообще, там есть команды определенные, которые позволяют зафиксировать, фиксинг, сделать ветки. Просмотрев количество всех веток, можно выбрать ту ветку, с которой вам необходимо поработать, переключиться на нее, сделать изменения, изменения локальные, изменения потом на сервере, синхронизировать эти изменения и продолжить работу уже в другой ветке. Действительно, там вариантов много, и подобная работа, работа вообще с ГИТом, она требует, во-первых, времени больше, количества уроков, чем вот просто прочитать, ну и какую-то практику небольшую выполнить. Далее. Иногда ведь разработки так и остаются самостоятельными. Да, такое возможно. Когда изменения порождают новый вариант проекта, который далее развивается отдельно от основного. Но чаще всего, когда работа, для которой создавалась ветка, выполнена, ведь просто удаляется. А, да, ну естественно, она, конечно, интегрируется, заново реинтегрируется в основную ветку, сливаясь с ней, и ее можно, в принципе, уже больше не использовать. То есть она останется с мерджиной на каком-то этапе, и вот уже там прошло несколько месяцев, вы уже от этой точки по проекту ушли довольно далеко, там тоже принимается определенное решение о хранении такого количества коммитов, вообще старых-старых версий. Если в этом смысл тоже почистить можно где-то, и чтобы сэкономить место, но, как правило, на проекте все это сохраняет, потому что это, во-первых, история, эти артефакты необходимы, чтобы понимать, как проект развивался, поэтому тут говорить об удалении, наверное, не стоит. Разнообразие подобных систем, они вообще в наше время стали какой-то неотъемлемой частью, и не только для разработчиков, вы сами понимаете, нужно во многих процессах ее использовать, от написания стихов и рассказа, там несколько пишут человек рассказ, как братья Стругацкие, вот системы контроля версий позволяют работать вообще просто с проектом, где требуется участие, работа над одним и тем же кодом, нескольких специалистов одновременно. Достоинства и недостатки, ну, вообще ЦВС, вот эти системы, появились довольно давно, это 86-й год, уже порядком времени прошло, скоро 40 будет лет, и вот что за это время поменялось, на самом деле изменился в какой-то каком-то смысле и подход к вот этих мнению, сама идеология распределенной системы контроля версий, это целая экосистема, типа как GitHub, GitLab, где вы выкладываете, где вы две конкурирующие, кстати, компании, они имеют в своем арсенале не только просто место, как на FTP-сервере, где вы в облаке, там, я не знаю, как на Яндекс.Диске вы храните какие-то версии, но и сами понимаете еще и другие возможности. Логика сама вот этих систем, она, конечно, претерпела за это время много изменений, она стала более совершенной, железо стало более современной, скоростью увеличились, отказы, устойчивости, естественно, тоже выросла, и она, эти системы применяют различные способы шифрования трафика, протоколы современные используют, и, в общем, стали незаменимой частью. Работа в этих системах можно вот так вот описать. Под летняя версия все сделанные изменения хранятся в репозитории сервера. Клиенты, подключаясь к серверу, проверяют наличие локальной версии, и, если есть отличия, загружают их в свой локальный проект. При необходимости решают конфликты и вносят изменения. А вот теперь достоинства. Достоинства. Несколько клиентов могут работать одновременно, позволяют управлять не одним файлом, а целыми проектами, обладают огромным количеством удобных графических интерфейсов. Да, это все, конечно, замечательно. Широко распространяется и поставляется в помолчании большинство операционных систем в Linux. Есть там, но не очень крутая. При загрузке текстов и файлов из репозиторий придутся только изменения, а не весь файл. Да, значит, вот эта вот функция, когда вы не весь файл переписываете, и вот подобные изменения, подобный функционал, вернее, используется подобный подход и функционал используется в разных программах, в том числе Word, Excel. Когда вы поставили точку в конце предложения, вы не сохраняете весь документ. Но, опять же, это не во всех версиях. Видимо, движок обновляли и в более современных, более совершенных версиях офисного пакета там идет сохранение. Вот эти все подходы, такие вот решения, они не сразу образовались, естественно, пришло к этому недостатки. Вообще, вот при перемещении или переименовании файла, все, что к нему было привязано, все директории, в общем, он за собой тащит определенный след в виде истории. Есть такая вот сложность при введении нескольких параллельных веток одного и того же проекта. Ну, я бы, наверное, третье не назвал каким-то недостатком поддержка шрифтов. Зачем оно там? Нам нужна функциональная ее особенность. По поводу бинарников, ну, вообще эти циферки. Сохраняется вся версия файла, а не только внесенные изменения. тут, наверное, с клиента на сервер измененный файл всегда передается полностью. Достаточно, да, ресурсоемки операции, потому что идет постоянное обращение. Это, конечно, нельзя сравнить с потоковым видео, то есть стриминговыми какими-то процессорами, но все-таки код пишется беспрерывно в течение рабочего дня. Если один, допустим, прерывается, одновременно с ним пишут еще работают над проектом человек 5-3-5 человек, и идут изменения постоянными, то есть достаточно нагруженная система, ресурсоемкая. Итак, GitLab, вот есть еще такая, это такая DevOps-платформа, охватывающая весь жизненный цикл разработки продукта, от планирования и проектирования до доставки и мониторинга. GitLab берет на себя все задачи по управлению репозиториями и запросами на слиянии запуску пайплайнов в рамках CICD. CICD это очень мощная agile методология, которая вам будет доступна только уже ближе к концу сроку этого годового обучения. Достаточно гибкий и современный подход continue integration, continue delivery, когда вы будучи интегрированным в какой-то рабочий процесс, вы не отрываетесь, у вас очень все это быстро происходит от момента разработки и доставки этого кода тестировщика, вы тестируете на очень короткие промежутки времени и его изменения, которые вы протестировав увидели, обратили на них внимание разработчика, то есть он их фиксирует практически сразу. GitLab позволяет управлять правами доступа, GitHub также. Установленный GitLab частично повторяет функциональность GitLab. да, да, есть, есть такое, реализуя при этом собственные дополнительные возможности. Главное преимущество этой возможности использования бесплатной версии у GitHub, которая может быть размещена на собственном сервисе. Прошу прощения, у GitLab, не у GitHub, а у GitLab. GitLab можно поднять по сравнению с GitHub, GitLab можно на Linux сервере, на каком-нибудь хостинге, ему нет нужды заводить, какой-то делать серьезный сетап с большим количеством оперативной памяти, большим количеством вот этих катионовских процессоров. Да, потому что это все на серваке происходит, и там необходим серверный подход и операционные системы интересные, не такие, как десктоп решения, ну и вычекающими отсюда нюансами работы с серверной операционной системой. От себя вот GitLab больше позиционируется как система контроля версии для закрытых проектов, GitHub больше для открытых. Грани четкой я бы, может быть, раньше и назвал, что да, вот это основное, но на самом деле GitHub тоже нормально можно закрыть, но здесь, на мой взгляд, выделить можно только одно преимущество, это бесплатность у GitLab. В настоящее время активная разработка систем прекращена последняя версия в 2008 году, это вот что касается GitLab. на данный момент CVS является устаревшей системой, потому что она имеет ряд недостатков. Имеются более молодые альтернативные системы Subversion, Git, это GitHub, GitLab и Mercurial. Свободные от больших план недостатков CVS систем предыдущих поколений. Subversion или SVN свободная централизованная система. Вообще вы можете когда писать будете маленький реферат, не надо на две страницы А4 сделать кратенький, попробуйте, попытайте себя как копирайтер, то есть чтобы интересно было прочитать кратко, не надо все выписывать, вы можете посмотреть в YouTube более подробно, что такое система контроля версии, но у вас это все закрепится и вам нет нужды допустим тратить время на изучение после практики. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП.